Это программа «День с толком» В этом студии Рина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. И опять перекрыли? На улице Аносова приступили к ремонту трамвайных путей. Все идет по плану. Дети-боровихи начнут новый учебный год в отремонтированной школе. На среду обещают предприниматели закончить все работы. И красиво, и страшно. Вот такой град прошел у нас в Барнауле. В Барнауле прошел град, который пробивает даже арбузы. Сегодня в Барнауле начался ремонт трамвайных путей на проспекте Ленина. Из-за этого будет перекрыт участок дороги на улице Матросова и улице Аносова. В эти дни изменится движение автобусов по маршрутам номер 6, 17, 24 и 53. Жителям города рекомендуют заранее выбирать маршруты для объезда. Движение трамваев при этом не изменится. Проезд будет закрыт до 19 августа. Но есть и хорошие новости. Сегодня утром водителей Барнаула ждал приятный сюрприз. Им не пришлось стоять в пробке на Зминогорском тракте в районе улицы Аванесова. Напомним, почти две недели назад коммунальщики в этом месте начали ремонт участка канализационного коллектора. Отремонтировать предстояло 224 метра. Работать начали 25 июля. Закончить изначально планировали 25 августа. В ежедневном режиме утром и вечером водителям личного и общественного транспорта приходилось стоять в этом месте от 30 до 40 минут. Как рассказали нам сегодня в пресс-службе Барнаульского водоканала, участок коллектора удалось отремонтировать раньше срока. Движение в обе стороны Зминогорского с сегодняшнего утра осуществляется по двум полосам. Напомним, что практически на том же участке работы ведут и дорожники. Но на данный момент движению транспорта их работа не мешает. Третий день коммунальщики исправляют последствия после фекального фонтана, который настиг жилой дом на Северно-Власихинском проезде. Накануне здание продезинфицировали, завтра должна начаться установка новых окон. Жители пяти квартир, в которые попал фонтан из нечистот, все так же не могут избавиться от характерного запаха. Многие до сих пор недоумевают, почему канализационные трубы оказались под таким сильным давлением. Напомним, фонтан нечистот из-за порыва достиг шестого этажа. Как пояснили нам в Барнаульском водоканале, город не стоит на равнении, и чтобы нечистоты передвигались по трубам, нужен дополнительный напор. Из-за этого и создалось такое давление. Но авария случилась не поэтому. Застройщик без согласования с водоканалом проводил мероприятия по благоустройству территории. Работы велись с нарушениями без присутствия представителя водоканала. В связи с этим была задета канализационная труба. Именно застройщик понесет все денежные траты на восстановление имущества. Жители намерены подавать в суд на моральный ущерб. В одном из бийских домов сразу с трех подъездных крылец сняли облицовочную плитку. Детективный клубок размотался довольно быстро. Демонтаж произвела управляющая компания, от обслуживания которой дом отказался. Собственники жилья уже назвали эти действия вредительством и даже обратились в полицию. А в управляющей компании считают, что просто вернули свое имущество. Марина Волкова разбиралась в ситуации. Мы вообще были все в шоке, потому что сам настоящий акт варварства, безобразия. Мы были страшно удивлены. И ходить неудобно сейчас, потому что цемент под ногами. Бывает, что и скользим, хотя нельзя так. Рабочие управляющие компании сервиса СТК приступили к демонтажу облицовочной плитки как раз в последний день действия договора на обслуживание дома 102 по улице Разина. С работой управились за один рабочий день. Что уцелело под напором монтировок, вывезли. Обломки, не мудрство и обросили здесь же в дорожные ямы. Когда были выполнены работы, домком сказал, я ничего подписывать не буду. И работу воспринимать не буду. Вот акт выполненных работ, она его отказалась подписать. Соответственно, если она работы отказалась подписать, мы материал забрали. Но вы же не забрали материал. Материал валяется в лужу. Почему не забрали материал? Предка валяется в лужу. Ну, может, какая-то предка и в лужу попала. Но основной материал весь увезли оттуда. Директор управления компании сообщил нам, что за все время обслуживания этого дома, то есть за два года, все работы, произведенные здесь, выполнялись в аванс. Вот и облицовка крылечек также была сделана авансом. А так как дом уходит в другую управляющую компанию, работы оплачены не будут. Вот и решил вернуть свое имущество. Как стало известно, теперь эта плитка переедет на другой объект, обслуживаемый управляющей компанией. А вот жители Разина-102 теперь требуют навести в их дворе порядок и хотя бы убрать обломки. Однако Максим Казанин сообщил, что делать этого не собирается, так как с 1 августа этот дом больше не обслуживает. Обида, обида. Может где-то отчасти обида. Ну а почему нет? Обида, обида. Но с таким эмоциональным подходом, и следуя такой логике, управляющие компании при уходе домов начнут не только облицовочные плитки снимать. В ход пойдут новые окна, смоется краска со стен подъездов. Что там еще есть? Инженерка, лавочки, заборщики. Сами ставим, сами забираем. Марина Волкова, Андрей Сегаев. Все идет по графику. Волкова администрации Первомайского района оформляет документы на строительство новой школы в селе Боровиха. Есть шансы внести проект в краевую инвестиционную программу на 2019-й. Ситуация находится на контроле депутата Госдумы Александра Прокопьева. А пока решается вопрос со строительством новой школы. В Боровихе идет ремонт в старой. Строители обещают закончить работу уже через неделю. Подробности в сюжете. О том, что в Боровихе построят новую школу, заговорили более пяти лет назад. С тех пор и перестали ремонтировать старую. Лишь пару недель назад здесь начался столь необходимый зданию ремонт. Вот так выглядел пол в спортзале раньше. Сегодня все изменилось. Гнилые доски заменили, все обработали антисептиком. Осталось покрасить и установить плинтусы. На той неделе уже закончатся вот эти все необходимые работы, которые первоочередные. Они будут закончены. Это крыша, пол закончили. Ну, отопление тоже закончится. На среду обещают предприниматели закончить все работы. Самое главное и проблемное место – крыша. Здесь частично поменяли стропила и кладут новую кровлю. Это заберет большую часть финансирования. Всего на ремонт здания уже заложено 750 тысяч рублей. Администрация района выделила 400 тысяч, а депутат Государственной Думы Александр Прокопьев дал школе 350 тысяч. Также решается вопрос о выделении еще порядка 60 тысяч рублей предпринимателями села. А пока ремонтируют старую школу, готовятся к строительству новой. Уже определен типовой проект будущего здания. Она будет рассчитана на 550 учеников. Мы на сегодняшний день делаем все возможное, чтобы объект попал именно проектированием уже на текущий год, на 19-й, и уже с последующим строительством в 2020-2021 год. Есть план подготовки, прохождение инстанций, в том числе сбора документов. Сейчас работа всеми заинтересованными структурами ведется. Часть документов уже передана в министерства краевые. Все заинтересованные министерства и ведомства края вовлечены в процесс подготовки строительства. В том, что новая школа в Боровихе необходима, убежденный губернатор Виктор Томенко. А пока решается этот вопрос, подходит к завершению ремонт в старом здании. Уже 1 сентября дети села сядут за парты в школе, в которой не нужно будет бояться проливных дождей, как прежде. Андрей Дреер, Алексей Фризин. День с толком. Разбил арбузы, напугал горожан. В социальных сетях обсуждают последствия града, который прошел накануне. Он обрушился на Барнаул и ближайшие поселки. Вот такой град прошел у нас в Барнауле. Град обездвижил город на несколько часов. Первые 10 минут, пока с неба сыбались куски льда, люди боялись выйти из укрытия. Даже после того, как непогода отступила, движение все еще было затруднено. Лед растаял, индустриальный район встал в пробки. На недавно отремонтированной дороге образовалась большая лужа. Машины ехали очень осторожно. В селе Повалиха от града серьезно пострадал урожай. Очевидцы пишут, что в Барнауле побило не только огороды. Сегодня попали под град, а спрятаться негде было. Град со шквалистым ветром был. Минут пять хлистало по голым рукам и ногам. Сразу красные пятна по телу. Боль адская. Итог посмотрим завтра. Главное – не проснуться в синяках. МЧС предупреждает штормовое предупреждение. По их прогнозам, сегодня тоже возможны дожди, грозы и град. В завершении выпуска напомню, что наша редакция присоединилась к ежегодной акции «Соберем детей в школу». Канцелярия, рюкзаки, формы и обувь. По самым скромным подсчетам, на все это необходимо потратить порядка 10 тысяч рублей. Наша редакция до 24 августа становится точкой сбора школьных принадлежностей. Если и вы хотите помочь детям, которые в этом нуждаются, приходите к нам в будние дни. Мы находимся по адресу Короленко, 51. Если нужна более подробная информация, звоните по номеру 722-440.